И это родилось во время визита российской делегации в Сирию. И как раз во время одного из мероприятий девочка просто подошла и сказала, что вот есть целая группа детей, которые хотели бы увидеть Россию. На самом деле мы должны совершенно ясно уделять больше внимания как раз молодому подрастающему поколению. И это хорошая программа для того, чтобы погружать их в контекст российский и стимулировать у них интерес к России. А я иду, шагаю по Москве, а я пройти еще смогу. Конечно смогу. Соленый, тихий, яркий я, и тундру, и тайгу. Они еще дети, но их путь осилит не каждый взрослый. Сирийские школьники из разрушенных войной провинций в самом центре российской столицы. Это их первые улыбки за долгое время и первая мечта, которая сбылась. Ой, красные лошади! Ой, это моя мечта! Сестры АМЭР учат русский давно, а России всегда с особым теплом, рассказывали родители. Они ездили сюда еще студентами. И вот маршрут по московскому центру повторяется, но уже другим поколениям. Я смотрела в ютубе влоги блогеров, как все красиво здесь, как Кремль, где работает президент Владимир Владимирович Путин. Даниил Майхов вместе с мамой написал стих о Сирии на русском. Для него это второй родной язык. Первый раз читает на Соборной площади. Солнце жгучее в пустыне, кофе, сладости и ты, и несомненно, все полюбишь и вовеки не забудешь. Как прекрасно и мило, это родина моя. Расскажи, что еще, может, мечтаешь посетить, может, блюдо какое-то попробовать? Я хочу попробовать блюдо чебуряки. Дать школьникам, наконец, почувствовать себя обычными детьми в полной безопасности. Вот одна из целей этой поездки. Каждый день сирийских школьников в Москве расписан буквально по часам. И каждый час проходит вот так музыкально. Ведь уже в это воскресенье дети выступят с песнями на русском языке в парке «Патриот». Они уже устраивали праздничный концерт через Дня России в сирийском морском пункте базирования «Тартус». Были и другие площадки. Мы выступаем в концерте на военных авиабазах с российским оркестром. Потому что они помогают нам сохранить мир. Еще российская армия регулярно доставляет гуманитарные грузы, помогает восстанавливать города. Сколько всего сделано в Сирии, сложно подсчитать. Вот и сейчас, если бы не приглашение министра обороны. Мечты сирийских детей, возможно, так бы и остались несбывшимися. Но спецборд из Дамаска привез их в Россию. И теперь есть почти неделя, чтобы школьники вспомнили, каким должно быть детство.